Люди с необмежеванными махчимостями. Гомельские инвалиды-колясочники отважилися на скачки с парашютом. Их экстремальный учинок можно было убачить сегодня на аэродроме Зябровка. За имя назирала и наш корреспондент Ханна Корольчук. Четверо смельчаков. Два хлопцы и две девочки приехали на аэродром в шесть годзин ранецы. Перед полетом их чекал подрабязный инструктаж и беспечная экипировка. С допомогой подвесной системы колясочников ящи на земли подняли у поветра, кабы отпрацевать поставы рух и ног у полете. Не глядячи на всю физичную и моральную нагрузку, хвалявание перед скачками зусим не бачно. Некоторые навыд не заручалися под трымкой родных и свое маленькое варьятство трымали у сокрытия. Честно скажу, я никому не сказала. Сказала только одной подруге, а родителям, родственникам не говорила. Поскольку думаю, что мне бы, наверное, убеждали, чтобы я отказалась, поэтому чтобы родственники были спокойными, я им скажу уже по факту, когда это случится. Для людей, які у звычайном житти вымушены перасовываться у инвалидным кресле, гэты кроку неба подобны подзвигу. У такой ситуации основная отказность ляжить на инструкторы, які скачут в тандеме с колясочником. Сложность в том, что у человека неподвижны ноги, и его дополнительно, вот, как вы видели, нужно было вывесить, отдельно подготовить психологически, морально и физически. Дополнительно используется оборудование для фиксации его ног, чтобы в полете они не заставили дискомфорт саму тандемную инструктору. Как бы без разницы, где они будут находиться, человек справится в любом случае. Но чтобы человеку не заставить дискомфорт, приходится их фиксировать. С обычным человеком человек сам их контролирует, и в свободном падении он владеет своим телом. Мы просто его немножко корректируем. В этом же случае нам приходится корректировать положение тела полностью от самого начала до самого конца. А пошня подрыхтовка перед скачком, посадка, и вось самолет взлетает в небо. Доброе на дворе дадает позитиву. Вышиня скачка коля 2000 метров над землей, и уже тольки один крок отделяет себе от поветранной просторы. Глубокий уздых, и разумеешь, зараз я зроблю гэта. Полет продолжится каля трех хвилин, але эмоции хапая на усё житё. Подчас полету спинальники могли не тольки назирать за краевидами с вышини, не которые спробовали керовать парашютом в лунаючего облоках. Для кожных из гэтых смельчаков сёняшний день стал перемогой. Перемогой над собой. Младые люди присвятили свои скачки 75-ю годзю вызволения Беларуси от фашистов. Кабушиновать память героев, які змагалися за родзиму, инвалиды у свою чергу здеснили адважный учынок, проявивши смелость. А кроме того, на своем прикладе они показали, что физичные обмежавания не перешкоджают заняткам спортом и здоровому ладу життя. Кто шукает, то и за усёды зной демагчымасти. Головное ожидание. В 2018 и в 2019 году реализуем нашу инициативу от здоровья каждого к здоровому обществу. В рамках проекта БелМед мы хотим показать, что ведя здоровый образ жизни, можно много чего в жизни добиться. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, Телерадио Компания Гомель.